Ростов сегодня это срыв учебного процесса. 85 школ получили утром ложные сообщения о том, что заминированы и сильный пожар на складе, который тушили 6,5 часов. Это рост коронавирусной статистики на 40-50 положительных тестов в сутки и начало воплощения проекта скоростной трамвай пока на уровне постановлений. А также возможность сэкономить на отоплении многоэтажки, установка энергоэффективного оборудования и самое время для моржевания. Ростов сегодня это поход на старый базар под солнечным небом за подсолнечным маслом и плановая победа гандбольного Ростов-Дона над Барусией в Лиге чемпионов. А еще это что-то неладное для хоккейного Ростова в игре с Ладой, пошедшие ва-банк золотые хиты оркестра Поля Мария и около ноля за окном. Здравствуйте на первом ростовском информационная программа. Ростов сегодня ее ведущая Мария Филинкова. В 85 ростовских школах сорвали сегодня уроки фальшивки анонимки о минировании. Поступали эти сообщения по электронной почте. На месте работали полиция, кинологи, спасатели и другие экстренные службы. Подробности в сводке ростовского городового. Также Татьяна Цепелева расскажет о смертельном ДТП под Ростовом и сильном пожаре на складе при кормке для рыбы. Ростовский городовой следит за происшествиями. О самом заметном расскажу прямо сейчас. Здравствуйте. Рабочая и учебная неделя началась массовая эвакуация ростовских школ. Рассылка о якобы минировании зданий шла волной с половины седьмого утра по всему городу. Сообщения получили по электронной почте 85 школ. Таковы данные администрации. На места выезжали экстренные службы. Полиция, МЧС, Росгвардия, кинологи. Здания цепляли, детей выводили. Информация о минировании не подтвердилась, но учебный процесс был скомкан или вообще сорван. Где-то детей отправили по домам, а потом вернули у кого-то, уроки отменили. Заметим, что атаковали злоумышленники не только Ростов. Такие же эвакуации были в Красноярске, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске. КАМАЗ смял легковушку на трассе М4 Дон. Есть погибшие. ДТП случилось минувшим днем в Оксайском районе. По предварительным данным, 35-летний водитель большегруза ехал по крайней правой полосе и на скорости врезался в попутную десятку, за рулем которой был 61-летний мужчина. От удара легковушку выбросило надбойник. Автомобиль практически превратился в гармошку. Шансов выжить у водителя не было. Причины трагедии уточняются. Сильный пожар вспыхнул на складе с прикормкой для рыбы. Сообщение о возгорании на локомотивной улице поступило в экстренные службы рано утром в воскресенье примерно в 4.45. Пламя распространялось быстро и к моменту прибытия первых пожарных расчетов в огне уже было 300 квадратных метров складских помещений. Из-за угрозы распространения на другие постройки пожару присвоили второй ранг опасности. На месте работали 106 спасателей на 28 спецмашинах. В 6.33 пламя локализовали. Еще через час ликвидировали открытое горение. Полностью потушить пожар спасателям удалось только спустя 6,5 часов после его начала в 11.15. Следователи возбудили уголовное дело после гибели людей на пожаре в Каменском районе. Частный дом сгорел в поселке Глубоком 15 января. Спасатели обнаружили в нем тела пятерых человек. Это были 45-летний хозяин дома с супругой и трое их знакомых. Что именно стало причиной пожара, пока не уточняется. Однако следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по ней – 4 года тюрьмы. И на этом у меня все. До встречи. Вероятность введения в Россию полного локдауна из-за волны омикрона практически равна нулю. Такое мнение высказал сегодня председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Ограничения зависят и будут зависеть от обстановки в конкретном регионе. А волна накатывает. По 45 случаев в среднем прибавляет ежесуточная коронавирусная статистика нашей области. Здесь сегодня в сводке уже 539 положительных тестов. В Ростове 155, 22 в Таганроге, 21 в Волгодонске. Умерли 16 больных ковидом. От 51 года и старше. Привились за сутки меньше тысячи жителей региона. В целом по стране заболевших уже почти 31 тысяча. Рост продолжается. Умерли 670 человек. Тут наоборот продолжается спад. 20 тысяч выздоровели. Скоростной трамвай начинает разгоняться. Сегодня Алексей Лагвиненко подписал постановление, разрешающее сценарий городские транспортные решения, разработать проекты планировки и межевания территорий для прокладки новых рельсов. При разработке этой документации уточнят конкретные коридоры трамвайных путей по улицам, спроектируют работы по реконструкции объектов улично-дорожной сети, предположат, как создать инфраструктуру на новых участках и модернизировать существующую сеть. Скоростной трамвай небывало масштабный для города проект. Он соединит центр со спальными микрорайонами Верхним Темирником, Левенцовским, Суворовским, Бересаево, а также с территориями будущей комплексной застройки в районе Старого аэропорта и на левом берегу Дона. Почти 77 километров трамвайных путей будет построено с нуля, действующие 46 километров модернизировано. Пойдут по новым скоростным рельсам 98 новых трехсекционных трамваев. Проезд до Платова подорожал. Цена билета выросла до 150 рублей, плюс дополнительно берут 50 рублей за багаж. В итоге добраться до нашего аэропорта сейчас выходит дороже, чем из Москвы до Домодедова. Заметим, это уже второе повышение стоимости проезда в 700-м автобусе от Ростова до Платова за последние три месяца. В октябре тариф вырос с сотни рублей до 120. Если на улице потеплело, как у нас часто бывает, зачем сильно топить батареи? Ну а ударил мороз, прибавляем жару. Платить за тепло можно значительно меньше, если установить в многоквартирном доме энергоэффективную систему отопления. Ее принцип прост. Температура батареи и горячей воды регулируется в зависимости от градусов за окном. Действующий пример в нашем следующем сюжете. Какой бы теплой ни была у нас зима, коммунальные счета в это время резко растут с прибавкой графы отопления. Но жильцы этой четырехэтажки по улице Черепахина теперь в этом плане экономят. В их доме установлено энергоэффективное оборудование, которое автоматически регулирует температуру в квартирах. Установлен датчик погодного регулирования. И он много раз за сутки снимает показатели температуры внешней. Его тоже нужно установить очень правильно. Нельзя на световой стороне дома останавливать на определенной высоте. Он снимает показатели температуры на улице и регулирует подачу горячей воды в наши батареи. Дому этому больше шестидесятков лет. Естественно, чтобы установить в подвале современное оборудование, нужно было заменить трубы и батареи в квартирах. Не все жильцы хотели этим заниматься, но совместными усилиями управляющей компанией и фонда капитального ремонта, все вопросы удалось решить. В отдельных домах, там где нам удается вместе с собственниками эффективно сделать, отремонтировать дом, то есть не пропустить ни одной квартиры, все стояки отопления сделать, правильно отрегулировать и в дальнейшем эксплуатировать нашу новую рамку управления, там достигается наибольший эффект до 40% от потребленной тепловой энергии в отопительный период. Люди экономят. В региональном фонде капремонта планируют, что к 27-му году в Ростовской области энергоэффективными станут почти 2000 многоквартирных домов. Иван Полехин, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Вроде не очень холодно на ростовских улицах, но если брать по зимним параметрам, то вода в водоемах все-таки ледяная, а значит моржам у нас так же комфортно, как в Арктике. У любителей зимнего плавания сезон в самом разгаре, они уверяют, что так и с болезнями борются, и с грустью. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На улице похолодало, значит пора купаться. И они с улыбками готовятся окунуться в зимний дон. Перед ледяной ванной – 10-минутная разминка. Она разгонит работу сердца, разогреет мышцы, поднимет температуру тела. И только после можно отправляться в заплыв. Минус два по Цельсию – отличная погода для оздоровительного купания, уверяют донские моржи. Ровно год сегодня, как я начал заниматься моржеванием, закаливанием. Замечательные ощущения, непередаваемые. Советую всем начать перебороть себя и начать заниматься моржеванием. Всем здоровья и удачи. Прекрасно, замечательно, чувство легкости. Когда выходишь с воды холода, совсем не чувствуешь. Тамара Гавриленко в феврале отпразднует 80-летие. И почти половину жизни, 37 лет, занимается моржеванием. Впервые попробовала из любопытства и остановиться уже не смогла. А год назад к ее увлечению присоединилась дочь Наталья. Я редко болею, редко простужаюсь. Ну и, не знаю, бодрость какая-то ощущается. Ну, мне кажется, что если бы я не моржевала, кажется, я бы выглядела уже бабушкой какой-то. Какой-то уже клячевый водовозный была бы уже. Я за год ни разу не заболела. Да я и до этого как-то не болела. Но это просто укрепило мое тело. И плюс этот ковид, ну и я ни разу не заболела. Вообще ничем. Но бросаться в ледяную воду бездумно моржи не рекомендуют. Организму нужна тщательная подготовка. Зимний купальный сезон они открывают в октябре. И каждое воскресенье, вплоть до конца апреля, собираются не за столом, а на воде. Если посмотреть по источникам, грибной канал, потом гремучка, сурбхач, ботанический сад, то там можно увидеть больших групп покупающихся, которые по своей выносливости, наверное, нас превосходят, сидят по полчаса в воде. И это нужно наблюдать, конечно. Можно подойти к ним, пообщаться, поговорить. Они расскажут, как заниматься моржеванием. А после «Ледяных ванн» по традиции – травяной чай с медом и песни собственного сочинения под гитару. Ведь моржевание, по словам его любителей, не только помогает в профилактике болезней, но и избавляет от грусти и депрессии. Алина Николаева, Юрий Лешко, Первый ростовский. Продолжаем выпуск. Смотрите далее. Ростов сегодня – это поход на старый базар под солнечным небом, за подсолнечным маслом. И плановая победа гонбольного Ростов-Дона над Барусей в Лиге чемпионов. А еще это что-то неладное для хоккейного Ростова в игре с Ладой, пошедшей ва-банк золотые хиты оркестра Поля Мря и около ноля за окном. Что может быть лучше подсолнечного масла под солнечным небом? Ну, разве что сливочное масло под сливовым деревом или рапсовое под рапсодию Шопена. Но наш старобазарный корреспондент Марина Черных приготовила нам отчет именно на постном масле. Всем привет! Надоели майонезные новогодние салаты. Пора переходить на более легкие овощные, да на подсолнечном масле. Да, именно о нем мы сегодня поговорим. Тем более, что этот продукт всегда доступен и в продаже, и по стоимости. И, в общем-то, относительно стабилен. Даже немного упал в цене, как уверяет нас Ростов-Стат. Если еще в ноябре он ставил за литр 128 рублей, сейчас официальная цифра снизилась на десятку. Интересно, что год назад, в январе, цена подсолнечного масла была точь-в-точь, как ноябрьская, на одну копейку дороже – 128 рублей 43 копейки. На рынке цена повыше, но тоже стабильно уже долгое время – от 150 до 180 рублей за литр. В зависимости от того, жареное оно или не жареное, кто производитель, ну и продавец. Ведь торг на рынке никто не отменял. Многие ростовчане давно перешли с магазинного на рыночное и даже жарят на вкусном жареном. И говорят то, что надо – вкусно и никакого привкуса. Главная польза подсолнечного масла, конечно, в содержании в нем витамина Е, а также А, Д и полезных жирных кислот. Кости, кожа и глаза с ним всегда будут в порядке. Всего 100 граммов этого масла в день покроют суточную потребность витамина Е почти на 300%. В жирах – на 160, в калориях – на половину. Кроме того, есть мнение, хотя по разным источникам и противоречивое, что в растительном масле абсолютно нет холестерина. Но даже если и есть, то незначительное количество. И все это без лишних калорий. Ну и напомню секрет долгого хранения. Чтобы масло лучше стояло, бросьте в него несколько расколотых фасолинок. Маша? Спасибо, Марина. Продолжаем, переходим к спорту. Футбольный Ростов проводит тренировочный сбор в Испании. А у гонболисток сейчас самый разгар сезона – по две игры в неделю. Выходные команда провела в Германии, в гостях – у Боруссии. Какой получилась встреча двух желто-черных команд, отчитается наш спортивный обозреватель Лев Клинов. Ну, скажем так, для нас в желтом солнечном ключе, для немок – по-черному. Мы объективно сильнее, а тут еще и лидер Боруссии Алина Гризельс восстанавливается после перелома носа. Хотя вот им компенсация. У нас не было Анны Сень, так что жаловаться не на что. Правда, у нас вернулись наконец и движи Кузнецова, и сразу скажем – победа вышла вполне плановой, без эксцессов. Боруссия хоть и чемпион Германии, но никак не эсберг. Вы видите на этом плане, как в самой первой нашей атаке Эдуарда Амарим отдаёт с позиции разыгрывающего практически голевую на Владлену Бобровникову. Но Влада опять же вышла не на своем месте, на правом полусреднем. И ей несподручно с той стороны заколачивать один за другим. Но почему мы начали не с гола? Да просто Амарим отзащищается и сядет до конца матча на скамейку. Анна Сень вообще не полетела с командой, надеемся, там ничего серьезного. Так мы просто закрываем тему потерь, чтобы никто не думал, что только Боруссии без основного игрока Гризельс тяжело. А будет ли тяжело без Лагерквист, которая открывает счет в матче, посмотрим в следующем сезоне. Ну а следом Юлия Моногарова начинает путь к бомбардирскому рекорду. Капитан в этом поединке с Боруссией забросит целых восемь мячей. Тут же Грасс за Ади вступает в спор с Моногаровой. И в итоге тоже забьет восемь, правда четыре из них семи метров. Ну а команда в целом уверенно отрывается. К середине тайма преимущество становится практически трехкратным. Виктория Калинина стала одним из факторов нашего перевеса, ведь на экваторе первого тайма ее показатель надежности подбирался к 50%. Вот уже с игры два подряд забрасывает за Ади, и тайм заканчиваем с плюс пять. Семнадцать, двенадцать. А вот и три подряд в начале второго тайма от нашего капитана. Выбирайте сами, какой больше нравится. Хотя тут есть нюанс. Хозяйки после перерыва сокращают отставание до двух мячей. Но мы не зря показываем именно голы Моногаровой. Они не просто так, а важный момент. А еще у нас дублем подряд стреляет Екатерина Зеленкова, получившая свои лигочемпионские минуты. Снова уходим вперед уверенно, вопросов о победителе нет никаких. Этой победой мы обошли Ференс Вараж по дополнительным показателям и приблизились на расстояние очка к Эсбергу. Правда, ни тот, ни другой клуб свой матч еще не играли. Так что нас со второго промежуточного места вполне могут попросить. Но это в будущем, а пока радуемся успеху 31-25. В Лиге Чемпионов теперь играем в субботу дома с аутсайдером будущностью. Но после Германии донские красавицы полетели не домой, а в Тольятти, где надо будет сыграть на крещение матч чемпионата страны. Следующий матч наши девушки играют с Ладой и должны будут взять реванш. Нет, не за себя, а за наших хоккеистов. Ведь они были встречены в Тольятти совсем не ласково и завершили турне без блеска. В середине стартового отрезка за три минуты мы отпустили Ладу сразу на две шайбы. Но за 55 секунд до сирены и свой ноль с табло убрали. Возможно, этот гол стал следствием игры в большинстве. Две минуты до этого момента мы провели с численным преимуществом, но забили чуть позже. Петриков затащил шайбу в зону, отпасовал на туника и тут буквально бросил сквозь вратаря. И тут же в перерыве капитан Алексей Прохоров развил тему большинства. Ну не получилось, скорее всего, игра в большинстве дали возможность. Нам поиграть очень плохо, пока этим пользуются. Надо как бы и за счет этого инициативы в свои руки брать. Потому что пропустили две контратаки практически и проигрываем сейчас по результату. Второй период получился вообще невыразительным. И тут дело в сопернике и его статистике. Которая гласит, Лада – лучшая команда ВХЛ по игре во втором периоде. Вот и мы получаем две безответные шайбы. Причем четвертую в двойном меньшинстве. Игра 3 на 5. Пятая минута заключительного отрезка стала временем пятой шайбы Лады. И только потом Пеньковскому удалось одну отыграть. Причем в меньшинстве, обокрав защитника и убежав один на один. 2-5 проиграл Ростов и теперь начинает домашнюю серию. В среду ждем Челмет. Лев Клинов, первый ростовский. Чтобы узнать мелодию в исполнении этого оркестра, не нужно семи нот. Достаточно трех, а то и меньше. Ростовский симфонический оркестр выступил с новой концертной программой «Золотые хиты» гранд-оркестра Поля Мария «Вабанк». Музыка польского композитора Хенрика Кузника к этой криминальной комедии подсказала название четвертой серии хитов. На советском телевидении музыка в исполнении оркестра Поля Мария звучала в прогнозе погоды, программы «Время» в начальной заставке «В мире животных», а кинопанораму открывала мелодия песни «Прости мне этот детский каприз». Оркестр Поля Мария исполнял и классическую музыку, и народную, и мелодии из кинофильмов. Оркестровку из Франции нам никто не пришлет. Это эксклюзив, авторское право, говорит дирижер Анатолий Оселков. И делает свои аранжировки «Золотых хитов», близкие к оригиналу. Эта музыка любима публикой. Даже, может быть, это больше подтолкнула не моя любовь к этой музыке, а любовь публики к этой музыке. Меня подтолкнуло сделать такую программу для зрителей. Сегодня будут разные композиторы. Это и сочинения самого Поля Мария, это и сочинения других известных авторов. Но все они когда-то прозвучали в исполнении Гранд-оркестра. И мы очень рады, что сегодня наш оркестр эту музыку исполнит для наших слушателей. Мелодии оркестра Поля Мария стали звуковой дорожкой для целой эпохи. А ведь вначале это был камерный состав, который уже постепенно перерос в эстрадно-симфонический Гранд-оркестр. В основном мы в эту программу подбираем такие произведения, которые звучали оркестром Поля Мария, но без голоса. А это уже аранжировка специально сделанная. И Анатолий Васильевич делает оркестровки, и другие оркестровщики. В Советском Союзе Поля Мария был дважды. Весной 67-го года сопровождал Мирай Матье. А в 78-м Гранд-оркестр уже специально приезжает в Москву, обеспечив себе аншлаг на всех концертах. Его хиты и сегодня не теряют свежести и готовы пойти ва-банк, бросив вызов современным мелодиям и ритмам. Галина Белоусова, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Каждый третий россиянин не может представить своего дня без работы. К такому выводу пришел в ЦИУМ после соцопроса. 15% не в состоянии прожить и суток без родных и близких, а 13% без телефона и других гаджетов. Каждый десятый назвал любимые продукты питания. Еще в ответах были дети и внуки, личный автомобиль, общественный транспорт и деньги. А без чего не представляют Дня Ростовчане? Давайте послушаем. А без чего вы не представляете свой обычный день? Без приключений, наверное. Без работы, без танцев, без тренировок, без кофе. Кстати, иду за ним сейчас. Без телефона, да, да. Без телефона, скорее всего, я бы на ранее прожил и часа. Все уставлены в телефоны, в планшеты. Не хватает общения просто. Я думаю, это очень важно. Это контакт. Ох, хороший вопрос, честно говоря. Да так сразу и не скажешь. Ну, по крайней мере, без родных людей точно. Только без своего мужа. Все остальное. 25 лет счастливой жизни. Четвертый муж. Без солнца на небе. Очень редко сейчас солнце. А так все хорошо. Без воды. Без работы. А кем вы работаете? Я строитель. Вот сегодня я без работы. Пытаюсь найти себя. Ну, без того, чтобы с своим близким не поздороваться. Чтобы не увидеть, не посмотреть в глаза. Вот что-то хорошее услышать и, соответственно, сказать. С этого начинается день. Ну, часа шкальков это минимум. Любимая. Что еще вам хочу сказать? Какой-то порядок в голове должен быть. Мускульные усилия всегда связаны с психологией. Если даже ты стал не с той ноги, у тебя что-то не сложилось, тебе приснился страшный сон, ты просто улыбнись, растяни губы насильно, и настроение сразу поднимется. И все. Ну, конечно, без солнца. Без солнца – самое важное. Гулять и гулять и гулять. Чашки кофе – это занятие спорта, чтение книг или поцелуи с любимым человеком. У каждого свои. То, что будет стоять на первом месте. Поэтому, наверное, все, что я сейчас перечислила, вот без этого. Проснулся, улыбнулся, почистил зубы, позавтракал, ну и отправляюсь на учебу. Я живу напротив парка Островского. Обязательно кормежка птиц и белочек. Это обязательно, каждый день, потому что они нуждаются в этом, в нашем уходе за ними. Ну, как-то вот так вот. Ну, что-нибудь вкусненькое приготовить, покушать тоже надо. Да, зарядка тоже, да. Что еще? Без поцелуя любимого мужчины не представляю свой день. Сборов на работу, работы, потом поездка домой, дома, вечер с семьей, сон. Без интернета я не представляю свой обычный день. Общение с родными, что-то еще? Да. С друзьями, работа. Наверное, без чашки кофе, к сожалению. Я хочу бросить, но никак не получается. Без счастья и радости, честно говоря. И я хочу сказать, жизнь здесь и сейчас. Вот это я рекомендую. Вот что есть, то и делать. На душе, для любви. Март в России традиционно зимний месяц, так что ждать прихода весенней погоды с первого марта не стоит. Устойчивый переход температур через ноль ожидается только к 20-м числам, сообщил сегодня научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. Но это вряд ли касается юга страны, где следит за погодой наш метеор Ван Палехин. У нас градусы сейчас на экваторе зимы гуляют туда-сюда через нулевую отметку. А в марте наверняка будет устойчиво тепло, как в Сан-Тропе. Ну, в крайнем случае, солнечно, как в Монако. Ростовчане, всем огромнейший привет. Обнимаю вас по-понедельничному крепко. И вот о чем хотел сегодня вам рассказать. С утра ехал на работу и услышал, ну, этот новомодный хит, вы, наверное, все его слышали, певицы Люси Чуботиной. Скажи, зачем мне солнце Монако и скажи, для чего мне луна Сан-Тропе. Ну, вот что мне подумалось. Действительно, зачем нам, дончанам, ростовчанам, все вот эти вот лазурные берега, чистая вода, как там слеза крокодила, да, горячий песок, прочие прелести. Нет, ну, я думаю, что нам куда ближе вот этот ростовский немного робкий морозец. Ну, иногда слякать, куда же без нее. Жалко только единственное, вот в Дону сейчас не искупаешься. Ну, ничего, мы люди крепкие, до лета потерпим. До него, кстати, осталось не так уж и много, хотя на дворе пока что середина зимы. Субтитры сделал DimaTorzok Зима, кстати, проявит себя в очередной раз уже сегодня ночью. Пойдет снег с дождем и завтра подобные не самые приятные осадки будут засаждать нам весь день. Температура особенно не изменится, 1-2 градуса со знаком плюс с термометров никуда не уйдут. И только к завтрашнему вечеру пристукнет небольшой морозец. Ветер, порядком надоевший за последнее время, снизится до приемлемых значений. 4 метра в секунду с порывами, ну, отнюдь не ураган, конечно. Так что солнце Монако нам точно не нужно. Нам и здесь неплохо. Что ж, таким был Ростов сегодня. Каким он будет завтра? Смотрите завтра же на Первом Ростовском в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и во всех соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация и контакты на сайте. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова